Привет, с вами Тимур Асланов, это видео заметки о переговорах. А что я людям скажу приемы манипуляции в переговорах? Среди большого многообразия приемов манипуляции, используемых переговорщиками, есть группа техник, основанных на привлечении так называемого третьего мнения. Третье мнение – это люди, не участвующие непосредственно в процессе переговоров, но чье мнение подается как крайне важное для вашего оппонента. И вам предлагается эту важность учитывать, хотя вы с этими людьми ни о чем договариваться не собирались. И вот один прием из этой серии называется «А что я людям скажу?». Как это работает? В процессе переговоров вам удается добиться определенных выгодных вам условий от противоположной стороны, и вам кажется, что все идет гладко. Но тут ваш визави говорит «Ну, вроде бы все убедительно и условия приемлемы. Думаю, что надо подписывать контракт». И вы уже радостно потираете руки, мысленно тратите прибыль, но тут оппонент продолжает. Хотя… Не знаю, могу ли я согласиться. А что я людям скажу? Как объясню, что пошел на такие уступки? Вы в недоумении спрашиваете «Каким людям?». Тут могут быть разные варианты ответа. Партнером, акционером, совету директоров, главному бухгалтеру, другим клиентам и так далее. Суть этого приема в том, что ваш оппонент, являясь лицом, принимающим решения, хочет как бы преуменьшить свои полномочия, апеллируя к мнению каких-то других третьих лиц. Как правило, в данном случае не очень конкретных и в переговорах не участвующих. И привлечь их к переговорам, разумеется, нереально. А значит, можно размахивать их мнением, как волшебным мечом, прикрывая этим свое желание вытаргивать определенные условия. Это не ваш оппонент такой плохой, а обстоятельства. Он зависит от мнения третьих лиц. Как бы дает он вам понять. А давайте мы им ничего про это не скажем, говорите вы, наивно полагая, что нашли решение. Как? Вы толкаете меня на должностное преступление? Я не могу скрывать условия сделки от партнеров. Акционера, жены, бухгалтера нужно подчеркнуть. Какой же выход, недоумеваете вы? Дайте мне что-нибудь, чем я мог бы оправдать свое согласие покупать именно у вас, когда буду с ними разговаривать. Например, давайте работать не по предоплате, а с отсрочкой платежа в три месяца. Ну или снизим цену еще на 15%, а лучше и то, и другое. Ради этого все и затевалось. Третье мнение нужно только за тем, чтобы ухудшить условия. Сначала оппонент вроде бы на все согласился. Вы уже почувствовали, что сделка у вас в руках, уже почти потрогали прибыль, и тут возникла загвоздка. А прибыль из рук выпускать уже не хочется. И вы начинаете уступать. Насколько сильно вы будете уступать, зависит от того, кому из вас больше нужна эта сделка. Насколько для вас реально отказаться от сделки в случае, если вы не готовы уступить. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, нажмите колокольчик, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Асланов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok